Аплодисменты Это была первая часть, когда я сегодня иной или опоздал с ними О, отлично Вам сказали, да, что много пропустили? Обычно так всегда делается Ну, я не знаю, много или немного, но это была простая история Это было весело Сейчас мы поговорим о более серьезных делах Мы поговорим вообще о маркетинге как таковом Потому что я разговаривал много за последний месяц-полтора со своими партнерами И я пришел к выводу, что люди вообще не представляют, что такое маркетинг Ну, так как слайд вы уже видели, да, да, сегодня поговорим о вашей маркетинговой стратегии Кто может озвучить, она в чем? Вот в чем ваша маркетинговая стратегия? В продвижении Ваша конкретно Услуги и товары Ваша конкретно стратегия в чем? Создать сеть потребителей То есть потребность покупки потребителя Какого? Создать сеть потребителей Окей Так, еще В инвестиции Давай Опытки А в бизнесе? Стратегия какая? Ну, в общем, я был прав Тебе его не нужен А не-не-не, ты что делаешь? Она знает, она сама это говорила Спонсор не переживает, ты знаешь, какие лояльные вообще партнеры И тебя любят Я попытаюсь сегодняшней темой немного раскрыть вообще представление ваше о том, какой может быть маркетинговая стратегия Они разные Чаще всего люди говорят о каких-то честно примитивных желаниях что-то сделать Почти всегда это желание так или иначе связано с клиентами Но какой-то стратегии чаще всего нет Есть план И то не у всех, правда? То есть даже, ну, начнем с того, что если вы не ведете планировщик, то, скорее всего, вы никакой стратегии не придерживаетесь в принципе Если, вот скажем Антон, опять, вот он вообще кладезь У него есть простая стратегия, каждый день выполнять три действия, что бы ни произошло Он знает, что это приводит к результату Маркетинг как таковое, что это такое? Есть, вы можете прочитать Мне больше нравится Можете найти в Википедии Мне больше нравится немного другое понятие Человек, который является Петер Дракер Насколько я знаю, правильно должно произноситься По-моему, американец Немецкого, насколько я помню, происхождения Цель маркетинга сделать усилия по продаже и сбыту ненужными На самом деле, если вы посмотрите на маркетинг Для чего он служит? Чтобы, ну, например, висит билборд, да? Пятерочка огурцы по 28 рублей Какая цель у этого билборда? Привезти покупателя в магазин, чтобы он купил огурцы по 28 рублей? Водки купил А? Водки купил От тебя меньше всего более, я ожидал этого Но в целом тоже считается Ты же тоже человек Цель маркетинга – так хорошо познать потенциального клиента Что товары и услуги будут только подходить, точно подходить последним и продавать сами себя Другими словами, если вы изучите поведенческие модели ваших потребителей Если вы будете четко знать, как люди реагируют на ваше бизнес-предложение То вы будете знать, как управлять продажами Таксирование тоже является продажей Обычно, как я уже говорил, люди занимаются, ну, выбирают ту или иную стратегию Давайте поговорим про стратегию новичка Класс А можно, да? Сегодня утром нашел картинку Да? Да На самом деле это, я уже думал, это кто больше, новичок Или один из тех несчастных, из тех восьми Помните, мы утром говорили про восемь человек? Один из тех несчастных, куда вы его загнали Которого вы вот загнали Это сухое Уже не дерево, это уже пень В чем заключается стратегия новичка чаще всего? Чаще всего она основана на эмоции «я боюсь» Сегодня мы говорили в первой части о том, что «я боюсь, что обо мне подумают» «Я боюсь предложить людям вообще» «Я боюсь, что купят у меня, а вдруг мне откажут» Стратегия основана на «я боюсь» В этом нет ничего плохого Это было практически у каждого Не, у каждого, потому что кто-то Может быть сейчас, может быть раньше, вы тоже боялись Вы боялись, что вас вызовут в доске В школе, во втором, в третьем классе Либо вы боялись подойти к девушке, либо к парню Примерно такие же механизмы срабатывают в голове Когда вы думаете о том, что вам надо будет подойти К потенциальному клиенту, либо к потенциальному партнёру Стратегия новичка почти всегда основана на действии На очень агрессивном действии Это действие набросится на эти восемь несчастных Ну, для тех, кто опоздал на первую часть Или не слышал Это когда вы начинаете бизнес У вас есть всегда Вы же уже всё распланировали Так, вот этому, вот этому, вот этому, сейчас вам скажу Потом вот этому и вот этому Этим, не, не хочу Вот эти восемь человек, всё Сколько там? Пять надо? Нормально у меня с запасом И вот на этих восьми Вы с остервенением набрасываетесь Это может выглядеть спокойно Но через месяц эти люди будут от вас шарахаться Через месяц эти люди будут не хотеть приглашать вас На дне рождения Ну, потому что вы их задолбали Ну, просто Вы их так Задрали уже Что, ну Я сам таким был Вот это мой опыт В том числе Мне, кстати, всё время удалось Прям вот Дожать, да Удалось прям Ушатать с ней всяких людей Это было в девяносто седьмом году В общем, я Об этом и поговорим сегодня Напомните мне, если вдруг я забуду Насколько это выгодно вообще Я математику просто покажу Вполне возможно, будет вам это интересно И должна быть основана вся стратегия новичка на списке контактов Должна быть, потому что вам со всех сторон С руководства, спонсор, говорит На командной школы составить список имен Даже у вас в стартовом наборе, да, есть список контактов На самом деле рекомендации Кого записывать Кого не забыть по именам По должностям И так далее, и так далее Это действительно должно быть так Редко это происходит Потому что список новичка обычно 8 человек До того момента, пока он не начнёт работать со спонсором Список, ну так вот, продвинутого новичка Порядка 30-40 контактов Чаще всего Есть исключения в ту или иную сторону Но список дисциплинированного новичка Это порядка 200 человек Потому что у любого из вас Должно быть от 100 до 200 людей С которыми вы общаетесь Вот сейчас крамолу такую сказал Для тех, кто впервые здесь Ну как же, у меня есть всего Может быть 30-40 человек Не менее Всех людей, с кем вы здороваетесь Надо записывать в этот список Вот простой для меня критерий С кем ты поздоровался бы, если бы ты его увидел Это может быть человек в твоём городе Может быть человек в другом городе Это может быть человек в другой стране Не важно В наш век информационных технологий Все мы на расстоянии одного звонка В скайпе, либо в ватсапе Какого-то сообщения в ватсапе Основано должно быть Я говорю как правильно, как лучше Что делать и как это будет решать вам То есть я вот утверждаю Я могу ошибаться Но Маркетиковая стратегия новичка Основана на страхе Чаще всего это из-за страха Агрессивное давление На своих близких, друзей, знакомых Вполне возможно Родственникам Это самые несчастные люди Потому что Если друзья могут как-то от вас там Телефон не брать, да То Родственникам в детстве от вас некуда Ну Они просто Они найдут тоже стратегию Работать вместе с вами И что поможет вам в Когда вы новичок Тренировка Причём только тренировка Не теория А именно Практическая тренировка С вашим наставником Я говорил сегодня с утра Что три навыка Надо Освоить Первый навык Это научиться правильно Приглашать людей На встречу Научиться правильно Проводить встречу И научиться правильно Запускать людей В бизнес Третий я по-моему С утра не сказал Как вы можете научиться Делать звонки Чаще всего Происходит как чайник Тоже если помните В первой части Но если вы это делаете Вместе с наставником И вы доверяете Логике Того что Он заинтересован В том чтобы У вас реально получилось Это как Логика с детьми Они Они не любят Когда мы им Что-то говорим Что-то указываем Но Это логично Мы хотим добра Мы хотим Чтобы они выросли умными Здоровыми Красивыми Богатыми Стали Именно поэтому Все наши Родительские усилия Направлены на то Чтобы Наши дети были Умными Богатыми Здоровыми Тренировка Тренировка В нашем случае Мы говорим о бизнесе Тренировка В нашем случае Просто Необходима Без нее Нет шансов Без нее Люди уходят Через один Максимум два месяца Опять-таки Я объяснял это на Математических Таких вот Ну Гипотезах Это может быть не аксиома И скорее всего не аксиома Но это гипотеза Гипотеза в том Что человек пришел в бизнес Он хочет попробовать Он очень боится И он не знает Как у него получится Именно поэтому У него есть Пара месяцев Он дает себе Такой вот Срок Ну сейчас пара месяцев Я попробую Сколько денег Где-нибудь надо Ну примерно По пять тысяч Отлично Хорошо Я готов по пять тысяч в месяц Выделить У меня есть по семь Окей хорошо Еще на семинар надо Потому что сходить съездить Все И через два месяца Когда у него Заканчиваются деньги У него уже У Сейчас Скажу Умень энергии У него Снизился У него Нет вот этой Внутренней мотивации Которая Его перла Первый месяц А точнее Первую неделю Две И он сливается Ничего страшного В этом нет Но это Раз Раз Вот Две начинающего сетевика здесь большей степени кто то вот такой вот уже прошел первые два месяца свои и меньше года держите руки два месяца меньше года бизнес этих людей маркетинговая стратегия этих людей чаще всего это не маркетинг чаще всего чаще всего это такой фишкинг потому что люди приходят на мастер-классы научиться какой-нибудь такой или примочкинг такой вот что-нибудь должен же быть секрет да шаблоны да где где вот и поделитесь со мною своими вот этими специальными знаниями гены все приходят на выступлении генриха да потому что все хотят узнать вот суть суть увидеть одним глазом вот ту грань философского камня на которой начертано было формула его успеха придятина а генриха надо ходить потому что это реальный живой пример но как я еще раз говорю люди которые перешагнули через первые два месяца и они уже смирились смысле что это надолго эти люди начинают задумываться о том что ну да раз это надолго значит нужна какая-то стратегия и вот эти люди чаще всего начинают прислушиваться к рекомендациям спонсоров рекомендации системы они начинают на школу регулярно ходить они начинают слушать какие-то записи вебинары они начинают общаться уже со спонсором ну после того как они загубили свои первые 30-40 кандидатов они же уже сделали попытку их позвонить и даже провели несколько встреч сейчас я чувствую многие себя узнают да ну чё-то как-то здесь не работает что-то здесь не то в идеале в идеале давайте вспомним что такое маркетинг цель маркетинга ну так которая мне больше нравилась цель маркетинга приложить усилия чтобы продажи было чтобы не было необходимости в продаже смоделировать поведение людей с которыми вы общаетесь таким образом чтобы они захотели у вас что-то купить я приведу пример когда мы рассказываем о том что у нас есть подарочные сертификаты это часть маркетинговой стратегии которые предлагает система почему потому что это инструмент с которым вы приходите к вашему другу знакомому и говорите хочешь ли ты получить скидку да отлично все у нас для тебя все готово это инструмент на словах как редко работает когда мы говорим о скажем картах карта лая кто использует карточки такие я вам скажу я последнее время очень активно начал использовать подобные карты вообще в идеале у меня ну это это трудно вообще достижимо это очень дорого это достижимо иногда очень дорого а вот представьте что хорошо объясню пример вы приходите кто приходит кто ходит в шоколадницу например да или в кофе хаус старбакс да отлично кто вообще в кофейнике кто не ходит в кофейнике кто не ходит в кофейнике кто ходит в рестораны узбекской кухни к примеру видите как быстренько сегментировал людей на вроде бы рестораны узбекской кухни промашечка промашечка когда вы приходите в ресторан вот представьте что это реально очень хороший пример это мысли которые я услышал тоже недавно и думаю а почему они так не делают у них же есть все возможности вы пришли ну скажем я реально люблю чайхану чайхана улюх вы пришли и вы заказали чаще всего я там заказываю плов когда я прихожу к этому плову я всегда заказываю сапсу и вот представьте что я пришел и заказал плов ну это нормальная же ситуация и официант когда приходит они же что делают они делают очень правильную хорошую попытку может быть вам салат вот такой правда кому предлагали что-то хорошо макдональдс макдональдс вы пришли что-то заказали а попить что-нибудь да 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 это нормальная ситуация да а вот представьте вы пришли в магазин в ресторан давайте в ресторан да и вам говорят в самом начале есть ли у вас наша дискотная карта кстати не зажимайте вот эти карты никогда не зажимайте вам их фактически надо вот так вот распулять очень много представьте что вам говорят ну давайте вот здесь дискотная карта да давайте я сейчас проведу вы получите не 5 скажем а 7% скидки окей это же выгодно что происходит когда официант подходит к кассовому аппарату он промоет картой и он видит потому что кассовый аппарат подсосался к Сиаренке и Сиаренка ему выдала то что я заказываю обычно да с словом самсу и он приходит ко мне и говорит Александр а хотите как обычно заказать себе самсу ну это круто у меня есть классная идея но она еще очень дорогая представляете нам привязать вот эту карту к определенной Сиаренке системе ну вы все видите мы видим только товарооборот мы не видим что люди обычно заказывают у нас в компании наши партнеры ну это гениальная была бы идея как как абсолютно точно то есть анализация кастомизация данных которые возможно возможно итак какая